МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 1973 году полёт инженерной мысли советских авиастроителей закончился необъяснимой и по сей день катастрофой. На авиасалоне в Лебурже разбился первый сверхзвуковой авиалайнер Ту-144. Версий катастрофы множество, но главная остаётся одна. Человеческий фактор. Легендарный Ту-144. Хищные, легко узнаваемые черты. Этот лайнер и сегодня невозможно перепутать ни с одним другим самолётом. На регулярных линиях он летал меньше года. За 7 месяцев это чудо техники совершило 102 рейса, из них 52 пассажирские. Но этот проект советских инженеров многие до сих пор считают вершиной авиационной конструкторской мысли и дизайна. Компьютера и специалисты, работающие на нём, значительно менее работали даже не за деньги, а за идею, потому что всё, что было с ним связано, это было уникальное. Ведь благодаря этому самолёту было освоено огромное количество технологий, которых до этого самолёта просто не было. Для изготовления Ту-144 были созданы специальные композиционные материалы. Впервые в гражданской авиации использовали титановые сплавы. Их скрепляли уникальными герметическими пастами, которые выдерживали запредельную нагрузку. Машина была рассчитана на сверхзвуковую скорость и почти космическую высоту. Для этого самолёта была эта трасса отработана. На высоте от 10 до 12 тысяч метров мы на сверхзвук переходили, а дальше уже на сверхзвук на скорости 2,2,2,100 км в час весь маршрут проходили. До этого момента ни один гражданский самолёт не поднимался так высоко и не летал с такой скоростью. Разработка и испытательные полёты Ту-144 продолжались 10 лет. Не каждый металл на такой скорости выдержит разогрев и не расплавится и не загорится от таких скоростей. Не каждый двигатель разгонит аппарат весом в десятки тонн до таких скоростей. Какая нужна была специальная система кондиционирования, чтобы на скорости 2500 км в час, на высотах 12-15 км обеспечить комфортный воздух для пассажиров, который чувствовал себя ровно та же комфортно, как и на земле. В Советском Союзе давно были одержимы рекордами дальности авиаполёта. При этом перед конструкторами ставили задачу. Самолёт должен быть гражданским и перевозить на борту пассажиров. Как можно дальше. Потому что наши друзья и соратники раскиданы по всему миру. Одним из чудо-лайнеров стал Ту-114. Турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолёт. Первый полёт мы делали в Америку. На борту был и Туполев, и правительственная делегация. В это же время он слетал в Китай. Ну а дальше он 15 лет эксплуатировался, и ни одной катастрофы не было. Ни одного пассажира не убили на этом самолёте. Под этот самолёт перестраивали аэродром. У него только разбег 2 с лишним километра при полной загрузке. Современный мир жил всё быстрее. И от авиаконструкторов стали требовать увеличение скорости. В новом лайнере Ту-144 всё было по-другому. В процессе испытаний самолёта, в процессе его создания приходилось решать очень много проблем. Но существует мнение, что если на самолёте больше 20% ношеств, то судьба самолёта достаточно печальная должна была быть. На этом самолёте было ношеств не менее 80%. Инженеры и конструкторы постоянно модернизировали и улучшали машину. Слишком многое было поставлено на карту. И прежде всего, престиж страны. И когда доходит дело до первого полёта, экипаж уже не имеет никакого сомнения. Я не знаю ни одного случая из наших тысяч самолётов, которые первый раз летали на первом полёте. Взгляните на эту необычную деталь Ту-144-го. Небольшие крылья в носовой части самолёта. Изобретение советских авиаконструкторов позволило не только улучшить манёвренность машины, но и дало возможность обойтись без постройки новых взлётно-посадочных полос. Обычные аэродромы, московские там и других наших больших городов, этот самолёт спокойно мог садиться. Он и в Новосибирске садился, и в Ташкенте, и в Бешкех, Фрунзе, и в Хабаровске. Вот эти крылышки, они решили эту проблему. Они, значит, выпускались только во время взлёта и посадки. Это, вообще говоря, уникальная разработка нашего КБ. 3 июня 1973 года на 30-м международном авиасалоне «Ля Бурже» во Франции был запланирован первый публичный показательный полёт Ту-144. И он стал первой катастрофой сверхзвукового лайнера. На глазах сотен тысяч зрителей самолёт внезапно перешёл в пике, а через несколько секунд развалился в воздухе и упал на расположенные под ним жилые районы. В катастрофе погибли 14 человек. Расследование началось в этот же день и сразу столкнулось с препятствиями. Оказалось, что бортовые самописцы не были включены. Осциллографные регистраторы восстановить не удалось. Был уничтожен также и аварийный речевой регистратор. Французско-советская комиссия работала по видеозаписям и фотографиям. Материалы расследования до сих пор остаются засекреченными. Официальная версия гласит, Самолёт не мог разбиться из-за неполадок оборудования. Здесь, конечно, ключевую роль сыграл человеческий факт. Технические, конечно, недоработки были, но в данном случае это не было связано с этой аварией. Правительство СССР торопило конструкторов. В стране Советов необходимо было продемонстрировать, что у нас самая передовая техника. Шло соревнование ведь между нашей страной и вот франко-английской компанией, которые создавали самолёт «Конкорд». И правительством нашей страны поставлена задача сделать вылет первого сверхзвукового пассажирского самолёта, которого до сих пор не было в мире, первыми. И всё было поставлено на то, чтобы мы опередили французов. Возможно, поэтому самолёт вышел на старт с некоторыми недоработками. К тому же, во время показательных выступлений лётчику Михаилу Козлову отдали приказ добавить в шоу неотработанную фигуру высшего пилотажа. Очень может быть, что именно этот элемент и стал роковым для Ту-144. И тогда, значит, трудно сказать сейчас, кто принял решение. Но я слышал о том, что Миша Козлов не очень соглашался с этим делом. Это командир корабля. Но там был и министр, там был и замминистра, там был главный конструктор Туполёв. Кто принял решение добавить вот этот манёвв, на котором они разбились, об этом умалчивают, никому ничего, никто не рассказывает. Авиационный инженер и лётчик-испытатель Степан Микоян уверен, Михаил Козлов не сумел вывести самолёт из пике вовсе не потому, что он был неопытным пилотом. Просто на таком лайнере даже не отрабатывали многие элементы пилотажа. Когда он сделал горку, там, ну, градусов 60, наверное, я не знаю, он потерял горизонт, он его не видел. Это очень непривычная вещь, не видеть горизонта. Вот это, это вот, я свои соображения говорю, они в официальной версии нигде не фигурируют. Вот. И он, ну, как бы, не то что испугавшись, но принять меры, он сильно отдал от себя штурвал. И самолёт, а самолёт такой схемы, Писхорстка, вот схема этого самолёта, он охотно реагирует на отдачу рулей от себя. И менее охотно на себя. И вот когда он сильно энергично отдал от себя, самолёт перешёл почти в вертикальное пике. В материалах официального расследования упоминается и ещё одна деталь. В кабине лётчиков во время полёта была кинокамера, на которую снимал полёт Владимир Пендеров, заместитель генерального конструктора. Пендеров, который сидел там между лётчиками, что у него была кинокамера в руках, и вроде она у него выпала и попала в ручку. Управление помешало ему взять вовремя на себя, и он опоздал с этим выводом. Может быть, но может быть и без этого. А киносъёмки попросили представители местного телевидения. Может быть, поэтому французская сторона разделила вину за катастрофу. И ещё по одной версии Ту-144-му помешал самолёт «Мираж», который вёл съёмку «Авиашоу на высоте». Предположение, что прилетел некий самолёт на большой скорости, на малой высоте, а это огромная турбулентность воздуха, огромная турбулентность воздуха, которая могла повлиять отрицательным образом на полёт этого самолёта. Но официальные данные этот факт отрицают. «Мираж» летел рядом и не пересекал траектории советского лайнера. А вот наши асы рисковали. И, похоже, именно за это и поплатились своими жизнями. Было желание побить всё-таки «Конкорд», показать, насколько советская авиация лучше. Такая тяжёлая машина, всё-таки сваливающаяся в пике, наверное, это почти невозможно её оттуда вывезти. Завеса секретности породила массу версий о причинах авиапроисшествия в Лебурже. Сегодня по-прежнему остаётся неизвестным, с какой начинкой прибыл на авиасалон Ту-144. Ну, вообще, самолёты строили всегда хорошие, и не хуже американцев. У нас вот хуже была электроника. Правда, у нас в последнее время были неплохие двигатели. Но в основном самые лучшие двигатели были в Англии. Но в целом самолёты мы строили хорошие, на уровне. Катастрофа нанесла серьёзный удар по престижу советского авиапрома. И всё-таки сверхзвуковой лайнер начал выполнять рабочие рейсы. В ноябре 1977 года он впервые перевёз пассажиров по маршруту Москва-Алма-Ата. К тому времени катастрофа в Лебурже забылась, и самолёт, казалось, получил второе рождение. Это самый интересный самолёт, на котором я, в принципе, летал. Все другие самолёты, они гораздо проще. А этот самолёт, он как ракета. Ну, пока, старик. Увидимся. До свидания. До свидания. Но неожиданно сверху пришёл приказ. Сверхзвуковой проект закрыть. Возможно, свою роль сыграла вторая катастрофа с участием Ту-144. Во время испытательного полёта в мае 1978 года загорелись двигатели. Лётчики-испытатели посадили пылающую машину прямо в поле недалеко от подмосковного Егорьевска. На современном самолёте, да ещё сверхзвуковому, у которого посадочная скорость очень большая, садиться в поле, это была, конечно, исключительно трудная задача. И они сравнительно благополучно сели, что вот только двое, которые, кстати, стояли там за лётчиками, не сидели привязанные в креслах, вот они погибли. Самолёт полностью сгорел. Руководители страны в один день сняли Ту-144-й с производства. На верху решили закрыть проект, поскольку побоялись трудностей, которые могли быть. Впрочем, сегодня специалисты говорят, куда более вероятно другая причина – экономическая. Стоимость полёта очень высока, ну, учитывая все затраты и строительство и так далее. А эффект не очень большой. Ну, вот этот англо-французский-то самолёт, он очень много летал, поэтому он себя окупил. Там очень дорогие билеты были, и летали в Америку многие на этом самолёте. Он себя окупил, а наш бы никогда не окупил. Его строили только, чтобы вот опередить. Спустя несколько десятилетий, Ту-144-й по-прежнему вызывает неподдельный интерес у любителей авиации. Он был выставлен в 2007 году на Максе, и это был самый посещаемый борт из всей экспозиции, которая была на Максе. Туда люди стояли по три и более часа, чтобы попасть на этот борт. Много зарубежных посетителей было, которые восхищались российской авиацией. Можно его назвать чудом света, потому что он получился очень удачным. Самое удивительное – это последняя фраза официального заявления после расследования катастрофы в Лебурже. Комиссии и советские эксперты пришли к заключению, что причины катастрофы должны быть объявлены неустановленными, а дело закрыто. Это значит, что у исследователей не будет доступа к архивным документам. Мы так и не узнаем, почему на самом деле разбился первый советский сверхзвуковой самолет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова